Всем привет, с вами Давилович и сегодня наконец-то на обзоре PCIe 4.0 SSD накрепитель от компании ADATA. Игровое подразделение XPG GameX S70 Blade, объем 2 терабайта. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей привлекательной цене, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и забегая вперед скажу смело можете покупать. Давненько на обзоре у меня не было SSD накопителей от ADATA или игровое подразделение XPG. Сегодня топовый SSD накопитель, который совместим с PlayStation 5. И именно благодаря вам, мои зрители и подписчики, мы собрали всю сумму в группе ВКонтакте на покупку данного SSD. Для того, чтобы сделать этот обзор, этот SSD уже разыгран и после обзора поедет к своему победителю. Хотите также выиграть SSD, переходите в группу ВКонтакте, узнавайте все правила. GameX S70 Blade, или мне больше нравится Gamix его называть, конечно, вероятнее всего неправильно, но да ладно. Это у нас SSD, который может быть в комплекте с радиатором, так и без него. И это у нас PCI 4.0 NVMe SSD накопитель, который может показать себя очень интересно. Потому что здесь заявлено до 7400 на чтение и до 6800 МБ в секунду на запись. Что, заявочка хорошая. Здесь мы знаем, что у нас стоит контроллер от InnoGrid. Это YG5236. Накопители с этим контроллером уже были. У меня на обзоре это Viper VP4300 и Plextor M10P. DRAM Cache у нас здесь 2 ГБ DDR4 памяти. А вот чипы памяти у нас здесь, к сожалению, неизвестны, нигде ничего не указано. Так что будем все это проверять. Версия в руках у меня с радиатором, поэтому мы еще отдельно проверим эффективность этого радиатора. Но, как мы с вами уже знаем, тоненькие алюминиевые пластинки, которые производители используют в качестве радиатора на быстрых NVMe SSD накопителях, носят лишь декоративный характер. Они выполняют функцию эффективного отвода тепла. Давайте перейдем к распаковке и сделаем все тесты. SSD накопитель XPG70Blade. Объем 2 ТБ. Поставляется вот в такой вот красочной переливающейся упаковке. Изображение нашего SSD и радиатора комплектного алюминиевого. PCIe 4.0, 3D NANDO, 2ME1.4, SLC Cache, LDPC коррекция Shiftback и опциональный радиатор. Все это дело у нас работает с PlayStation 5, потому что это у нас PCIe 4.0 SSD накопитель. Так, сверху стикер с указанием серийного номера. С обратной стороны у нас кратенькая информация, есть русский язык. Скорости до 7400 на чтение, до 6800 на запись. Снова модель нашего SSD, 5 лет гарантии, сделана в Китае. Давайте вскрывать и смотреть, что же нас будет ждать внутри. Достаем, внутри у нас пустое, есть опять какая-то информация, нам это неинтересно. И вот в таком вот блистре, в такой подложке у нас лежит сначала наш радиатор. Так, ну я не сказал бы, что это термопрокладка, очень просто похоже на двухсторонний скотч. Ну ладно, радиатор есть, отлично. И вот он, вот он, наш SSD. Чипы расположены с двух сторон. Также два DRAM кэша у нас. И это Samsung. Чипы памяти промаркированы как ADATA. Ну и контроллер, тот самый, заявленный и на GRID YG5236. Так что сейчас устанавливаем наш SSD под комплектный радиатор от Apex 13 материнской платы. После чего мы, конечно же, протестируем SSD и с комплектным радиатором. Вот такой вот тоненькой алюминиевой пластинкой. SSD накопитель XPG GAMEX S70 Blade объем 2 ТБ установлен. Переходим в управление дисками для того, чтобы инициализировать наш SSD. Теперь создаем простой том НТФС. Все стандартно, все как обычно. Ждем завершения форматирования. Чисто объем получаем 1907,71 ГБ. Если мы посмотрим, что у нас здесь, то мы с вами можем увидеть 1,86 ТБ. Все отлично. Теперь сворачиваем ненужные нам утилитки. Запускаем CrystalDiskInfo. И смотрим, что же мы увидим по смарт-параметрам на нашем SSD в CrystalDiskInfo. 36 градусов температура, хосты чтение записи по нолям, 2 включения, 0 часов работы. Перед нами абсолютно новенький SSD. Ну и для контроля за температурой запустим CPUID Hardware Monitor, где будем отслеживать все изменения по температуре. И узнаем, насколько сильно сможет разогреться наш SSD под радиатором от материнской платы. Ну и запускаем первый тест. Это CrystalDiskMark на абсолютно пустом накопителе. 5 прогонов по 1 ГБ. И ждем результат. А пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD. Острый как лезвие. Говорится про наш SSD накопитель. Твердительный накопитель. Так, PCI-4, Gen4, X4. В общем-то здесь у нас все преимущества. Так, устройство можно приобрести как в комплекте с радиатором, так и без. Ну, мы с вами знаем, что радиатор, скорее всего, здесь практически неэффективный. Что касается скоростей. 7400 на чтение, 6800 на запись. Хладнокровие, пылу сражение. Идеальное решение для компактных и тонких устройств. Действительно, с таким радиатором, да, это все-таки все компактно. Но эффективности там немного. Ну и, конечно же, так как это PCI-4.0 и быстрый SSD накопитель, он у нас работает с PlayStation 5. Создан для эффективной работы, увеличения производительности, SLC кэш, конечно же, дирамбуфер, максимальный игровой кэш, целостность и безопасность, гарантия 5 лет. Перейдем в даташит, где, собственно, мы увидим все характеристики по нашему SSD. Здесь же мы видим, что у нас контроллер вот и на grid YG-5236. Ну и 2 терабайта. Это у нас скорости 7400 на чтение, 6800 на запись, ресурс 1480 терабайт. Ну и габариты без радиатора и с радиатором ничего интересного. Ну и в результате тестов накопитель у нас нагревался в максимуме до 50 градусов, что же касается скоростей. При заявленных 7400 и 6800 мы с вами получаем 6900 почти на чтение и 6535 на запись. Результат неплохой, да, ниже, чем было заявлено. Но стоит отметить очень высокий показатель для случайного 4К чтения. И я вот даже сейчас не припомню, а видел ли я вообще больше 90 мегабайт в секунду на случайном 4К чтении. Так что здесь SSD показывает себя отлично. И в утилите iOS SSD Benchmark накопитель набирает хорошее значение. Это 8448 баллов. Тут тоже все очень даже хорошо. Ну а в EtoDisk Benchmark получаем неплохой график ровненький и скорости 6,5 гигабайта в секунду на чтение и 6,2 почти на запись. Тут тоже вопросов никаких. Смотрим, что у нас будет в Adjo Video Systems. Великолепно, великолепно и быстро. А в тесте накопителя 3D Mark мы получаем 3208 баллов. Все здесь у нас вроде как очень даже хорошо. Ну и теперь сворачиваем все наши синтетические тесты для любителей количества операций ввода-вывода. Сейчас все покажу. Отлично. И остается нам лишь запустить фирменное ПО. Data SSD Toolbox. Где мы собственно сейчас все с вами посмотрим. Что же нам это ПО даст. Ну во-первых это у нас ПО. Очень такое простенькое. Так. Вот он наш SSD. Состояние Good, температура 47, остаточный ресурс 100%. Можно посмотреть Smart. Smart у нас зашифрован. В общем-то ничего интересного в этом ПО я сейчас не вижу. Поэтому сворачиваем. Выполняем команду Trim на нашем накопителе через оптимизацию. И через 15 минут переходим к тесту на реальную скорость записи. Ну а теперь традиционно будем копировать папочку рендер объемом 100 гигабайт с PCIe 4.0 с SD накопителя Samsung PM9A1. Смотрим. 3 гигабайта в секунду у нас на старте. Отличный результат. Смотрим что у нас будет дальше. Скорость немножечко снизилась до 2.9, 2.8. Но пока все очень-очень хорошо. Следим за температурой пока 50 градусов. К концу записи первой папки у нас ничего не меняется. Скорость также колеблется в районе 2.8, 3 гигабайта в секунду. И мы продолжаем заполнять SSD. Смотрим что же будет у нас по мере заполнения. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И вот у нас снижение скорости после записи. Примерно 634 гигабайта. Гигабайта. И скорость теперь у нас колеблется в районе 2.6. Так, она у нас вернулась. Скорость интересна. Посмотрим что же будет дальше. Но сильная просадка по скорости у нас была. И вот не совсем понятно. Все-таки это у нас буфер был или нет. Поэтому продолжаем заполнять SSD. И у нас пошла восьмая папка. Так, скорость снизилась до полутора. 2.2, 1.9. И я так понимаю сейчас будет скакать. Вот. Все, друзья. 53 градуса казалось бы. Скорость падает до нуля. До нуля мегабайт в секунду. Это очень странно. Что это был у нас за затык. Но теперь скорость у нас снова вернулась на отметку 2.6. И это не может не радовать. Восьмая папка закончена. Закидываем девятую. В конце девятой папки все без изменений. К концу записи десятые папки у нас скорость все так же держится в районе 1 гигабайта в секунду. И поэтому я не вижу смысла дальше заполнять SSD. Потому что разом никто такие объемы записывать не будет. Но даже если вы решитесь записать 1 терабайт данных. То вот вы увидите вот такие вот скорости. Но полностью заполнять SSD сразу после покупки. Очень-очень редкий случай. Так что удаляем все записанные данные. Конечно же выполняем команду trim через оптимизацию. И через 15 минут запускаем тест линейной записи в AIDA64. Кстати, AIDA64 показывает, что у нас здесь два температурных датчика. И во всех утилитах отображается именно максимальная температура, а не наоборот. Как это бывает, например, на других SSD. Тест у нас завершен. Заполнение SSD заняло 30 минут 17 секунд. И мы видим график типичный для SSD накопителей. Где SLC Cache треть от общего объема. Собственно все у нас здесь и подтвердилось. Что ж, сейчас сворачиваем и давайте запустим утилиту от Вадима Очкина для контроллеров InnoGrid. И посмотрим, что же нам здесь утилита покажет. Так, чипы памяти Micron 176 слоен. И именно благодаря им, я так понимаю, у нас SSD так хорошо себя показывает. Что же касается контроллера, то он у нас здесь по какой-то причине не определился, но мы с вами его видели. Вот такой вот SSD. Сейчас переводим SSD в режим работы PCI 3.0 и делаем тесты снова. Ну и CrystalDiskMark в режиме PCI 3.0 показывает великолепные результаты. Скорость чтения записи линейной уперлись в пропускную способность PCI 3.0 интерфейса. И случайное 4К чтение в 88 МБ в секунду. Просто великолепный результат для PCI 3.0 режима. Ну а в SSD Benchmark ожидаемо количество баллов снизилось, но снизилось немного до 7634. Отличный результат. И в этот SSD Benchmark у нас отличный ровный график. Смотрим, что у нас будет в Adjo Video Systems. Ну и здесь у нас снова скоростью упирается в пропускную способность PCI 3.0. На тесте 3DMark накопитель набирает 2893 баллов в режиме PCI 3.0, чуть ниже, чем в режиме PCI 4.0. Теперь сворачиваем наши синтетические тесты. Для тех, кто любит операции ввода-вывода, сразу же сейчас я все вам покажу, что у нас по значениям. Ну и выполняем команду 3 на нашем накопителе. Снова делаем паузу 15 минут и переходим к тесту на определение максимальной реальной скорости записи, но уже в режиме PCI 3.0. Ну а теперь давайте посмотрим, какая максимальная скорость у нас будет при копировании папки объем 100 гигабайт в режиме PCI 3.0. 2.9, 2.7, 2.8, 2.9. Ну что ж, результат отличный. Всего лишь на 100 мегабайт в секунду ниже. Супер. Здесь у меня нет никаких вопросов, никаких претензий. А в целом SSD ведет себя точно так же, как в режиме PCI 4.0. Все те же, 2.8 гигабайта в секунду, 2.9. Так что разницы здесь, я думаю, даже нет между режимом PCI 4 и PCI 3.0. Не вижу смысла дальше заполнять SSD. Мы с вами все увидели. SLC кэш мы с вами тоже уже видели. Поэтому давайте снова выполним команду trim и снова через 15 минут запустим тест AIDA64. Посмотрим, что будет на линейной записи в режиме PCI 3.0. Но в режиме PCI 3.0 получаем график. Да, скорости у нас до заполнения буфера SLC кэша у нас снизились. Но в остальном все в принципе колеблется так же. И да, время у нас заполнения SSD заняло 38 минут против 30 в режиме PCI 4.0. Ну а теперь давайте переключаем обратно в режим PCI 4.0 наши SSD и устанавливаем комплектный алюминиевый радиатор. Посмотрим, как сильно он нагреется. На большинстве материнских плат SSD устанавливается вот таким вот образом. На моей материнской плате верхний разъем M.2 нужно устанавливать вот так. Но в любом случае все равно буду наш алюминиевый радиатор устанавливать так, как на большинстве материнских плат это все будет использоваться. Что ж, отклеиваем стикер. Вот такая вот белая термопрокладка. Очень, я надеюсь, что все-таки термо. И теперь мы с вами берем и прикидываем, как нам нужно этот стикер приклеить. Так, отлично. Оля. Все готово. Осталось только придавить к чипам и придавить к контроллеру самое главное. Но чип и DRAM, конечно же, здесь не играют в столь важной роли по температуре. Так что все установлено. Все готово. Ставим и делаем тесты. Снова смотрим, как сильно будет нагреваться SSD. Казалось бы, я снял SSD, поставил радиатор, запустил, поменял режим на PCI 4.0. И у нас температура уже 57 градусов. Я думаю, наглядно видно, что этот радиатор у нас носит декоративный характер. Но давайте делать тесты и смотреть, что будет меняться по температуре. Ну и в итоге получаем максимальную температуру 74 градуса уже на тесте CrystalDiskMark, когда с радиатором от материнской платы Maximus 13 Apex у нас было всего 50 градусов. Здесь разница налицо. Поэтому сейчас не будем запускать SSD Benchmark. Сразу же запускаем AtoDiskBenchmark и посмотрим, увеличится ли у нас температура. Ну и где с вами мы сможем увидеть троттлинг. В итоге мы с вами видим, что SSD не набирает максимальной скорости. И все держится в районе 1,5 ГБ в секунду. Это все у нас из-за нагрева нашего SSD. Так что нет смысла дальше что-то делать. Мы с вами увидели эффективность комплектного радиатора. Он носит только лишь декоративный характер и никоим образом он тепло отводить эффективно не может. Такие дела, такой SSD. Давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены. Мы с вами все увидели, мы с вами все посмотрели. И если честно, я ожидал, что SSD покажет себя хуже все-таки. Но здесь мы видим великолепные результаты. И я считаю, что вообще заслуга их, высоких скоростей, заслуга тех результатов в тестах, которые мы с вами увидели. Здесь служит не контроллер от InnoGrid, хотя он тоже хорош. Но мы с вами видели, что он горячий. И как бы здесь в принципе мы тоже увидели. Вот с этим радиатором комплектом, который мне пришлось приклеить для тестов. Но 176-слойная память от Micron, которая используется на топовых SSD, здесь сделала все. Я думаю, именно благодаря этой памяти мы с вами увидели такие великолепные результаты. И самое интересное, что XPG Game XS70 на 2 ТБ показал себе на случайном 4К чтении пока лучше всех. Больше что-то я не припомню, у кого было. Что же касается линейных скоростей, они у нас не подтвердились. Мы увидели скорости чуть ниже, но я не вижу в этом ничего страшного. Опять же, случайная 4К, великолепный результат. Причем как в режиме PCIe 4.0, так и в режиме PCIe 3.0. Так что этот SSD можно покупать абсолютно для любой системы. Неважно, есть у вас поддержка PCIe 4.0 или нет. В любом случае вы получите очень быстрый SSD. На тестах реальной записи мы с вами не увидели чего-то сверхъестественного. Максимальная скорость реальной записи 3 ГБ в секунду. До заполнения буфера, а это 634 примерно ГБ, у нас скорость колеблется в районе 2.7-3 ГБ в секунду. Потом скорость падает. Падает до 1 ГБ в секунду. И на всем оставшемся объеме у нас эта скорость будет держаться. Что касается троттлинга. Да, он здесь есть, если вы не позаботьтесь об эффективном охлаждении. Хотите, чтобы у вас все было максимально быстро и без каких-то там сильных просадок по скорости. Не надо. Ставите этот радиатор, поставьте какой-нибудь хороший, с большими ребрами, с высокими, который будет эффективнее, чем вот эта пластинка. Установите вы ее или нет, мне кажется, SSD будет показывать себя одинаково. Но если вы используете хороший массивный радиатор, в моем случае это вот такой вот здоровенный алюминиевый брусок, то SSD покажет вам все, на что способен. С радиатором от материнской платы мы с вами видели 57 градусов, а так SSD навелся до 74. И вот от 70 градусов у нас начинаются проблемы троттлинг, просадки скоростей и так далее. Так что имейте это в виду. Ну и подводя итоги, хочется сказать, что у XPG получился великолепный PCIe 4.0 SSD, который способен конкурировать с топовыми. Типа FireCuda 530, Corsair MP600 Pro XT, либо Samsung 980 Pro. Но при этом этот SSD стоит дешевле. По крайней мере стоил дешевле, чем топовая. Да, перечисленные SSD по линейным скоростям будут немножко быстрее, но если вы не хотите платить максимум, то XPG GameX S70 Blade будет отличным выбором для быстрой системы, либо для PlayStation 5. Ну а на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит данный SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok